Итак, первая серия называется Comfort. Всего у нас есть две модификации. Это обычная серия Comfort и Comfort Tequila. Серия Comfort штатно поставляется без кронштейнов. Обратите на это внимание. Хотя здесь показано, что бойлер можно располагать на стене. Для этого вам потребуется оснастить бойлер кронштейнами, которые являются циональными для данной серии. С одной стороны, мы не стали их включать в комплектацию поставки, чтобы удешевить. С другой стороны, мы посмотрели, проанализировали продажи бойлеров и пришли к выводу, что большинство бойлеров, которые устанавливаются, они все же монтируются на полу. Поэтому мы решили кронштейн выделить просто в отдельный аксессуар. И, в необходимости, вы можете его приобрести. Серия Comfort идет от 100 до 240 литров. Причем, в наименовании вы видите число 100, 130, 160 и так далее. Это число показывает общий объем бойлера. То есть, объем внутреннего бака плюс объем теплоносителя, который есть в этом бойлере. Почему мы не показываем объем санитарной модели внутри? Дело в том, что это не совсем корректно. Почему? Потому что, если вы будете выбирать бойлер, исходя из объема внутреннего бака, скорее всего, вы сделаете ошибку. Мы рекомендуем вам ориентироваться именно на производительности. Для каждого бойлера мы их указываем. Они могут быть полезны для выбора бойлера. Также могут быть полезны для сравнения его производительности с конкурентами. Всего у нас выделено три производительности. Две пиковых и одна непрерывная. Пиковые производительности показывают, сколько можно получить воды разово. То есть, в пик потребления. Непрерывная производительность показывает, как бойлер будет работать, сколько воды он может дать. Фактически, в проточном режиме. Пиковая 10-минутная производительность, это первые три строчки верхние, фактически показывают, сколько воды можно получить за счет объема бойлера. То есть, предварительно вы нагреваете воду бойлера, отключаете источник тепла, и вот сколько горячей воды вы получите только лишь за счет объема бойлера. Эта характеристика может быть очень полезна, когда вам, например, нужно пиково обеспечивать большое количество воды. Когда это может потребоваться? Например, когда вы заполняете несколько ванн или заполняете какую-то большую джакузи. То есть, у клиента есть какая-то большая джакузи, и вам нужно ее заполнить. По устроительным нормам заполнение ванн происходит в течение 10 минут. В этом случае вы сможете посмотреть, какой же бойлер вам может обеспечить, какое количество воды за 10 минут. Очень удобно. Непрерывная производительность, которая показана как литров в час, показывает работу бойлера в проточном режиме. То есть, фактически, как пластинчатого теплообменника. Для удовлетворения запросов более длительных по времени. Чтобы эта производительность обеспечивалась той, которая указана в таблице, вы должны подводить бойлеру определенную тепловую мощность, так же, как и при работе пластинчатого теплообменника. Плюс обеспечивать необходимую циркуляцию теплоносителя. Это все указано здесь, чуть ниже, в виде колонки с подводимой тепловой мощностью и в виде строчки с расходом длевящей жидкости. Рекомендованно, опять-таки. Последняя производительность, которую я оставил на потом, это часовая пиковая производительность. Она указана как литров в час. Фактически, она показывает истинную работу бойлера в большинстве случаев. То есть, это комбинированный режим перехода бойлера от накопительного к проточному. То есть, предварительно вы нагрели воду в бойлере, она там хранится до момента водоразбора. И как только начался водоразбор, холодная вода начала замещать горячую, и тут же автоматика бойлера начинает подогрев вновь зашедшей холодной водой. То есть, фактически, пиковая производительность в первый час это максимальная производительность бойлера, которая может быть. Часто в проектировочке ориентируется именно на эту производительность, потому что, например, для швейшного строительства не нужно удовлетворить именно пиковые водоразборы, часовые, например, утренние и вечерние. Продолжение следует...